То, что раньше считалось окраиной, превратилось в развивающуюся территорию. Соболевка сегодня – это район новостроек. Стройки здесь на каждом шагу. Это не только источник шума, но и грязи. Вот с этой стройплощадки жижа стекает прямо на проезжую часть. А здесь не только ездят машины, но и ходят люди. Прогулка с ребенком, рассказывает Наталья Туманян, больше похожа на полосу препятствий. Тут грязь постоянная. Дорога сами видели какая. Не пройти, особенно с детьми, особенно когда дождь идет. Более того, застройщик разместил свои стройматериалы на муниципальной территории. Словом, нарушил целый ряд правил благоустройства и санитарного содержания. В ходе сегодняшнего рейда были выявлены такие нарушения, часто встречаемые на строительных площадках, как отсутствие ограждения, отсутствие бункера, накопителя, информационного счета строительного объекта, а также складирование строительных отходов в местах, не предназначенных для этих целей. А вот на хозяина этого дома сегодня составили уже не первый протокол, но мусор застройщик вывозить с территории уже построенного дома не спешит. За кадром он пообещал вывезти отходы к 15 февраля. А вообще на исполнение предписания у него есть месяц. В противном случае материалы по делу о нарушении правил благоустройства будут переданы в суд. Мы сталкиваемся с таким нарушением, как отсутствие договора на вывоз с территории строительной площадки твердых бытовых, крупногабаритных и строительных отходов. Все строительные отходы, которые строительные, бытовые, неважно, любые отходы на территории строительной площадки должны накапливаться в специально отведенном месте, бункере, накопителе, либо контейнере и в соответствии с заключенным договором должны вывозиться на полигоны. На фоне красиво разрисованной подпорной стены этот дом и куча мусора смотрятся особенно вызывающе. Хозяина этой стройки инспекторы уже давно взяли на карандаш. Ему выпишут очередной штраф. Для физических лиц до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 10. Юрлицам придется раскошелиться на сумму до 50 тысяч рублей. А при повторном нарушении штрафы возрастают в более чем два раза. Поэтому застройщикам еще раз советуют соблюдать правила благоустройства. Это сохранит не только их деньги, но самое главное – чистоту в городе. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.